А почему бы нам не попробовать теперь пообщаться с Эгелем? Вот. Возможно, там всё будет адекватно, и на свидание мы его не потащим. Надеюсь. Находил какие-нибудь редкие предметы в последнее время? Кирита. Я тебе хорошо заплачу. Давай пойдём на свидание. Ники, Нир не работает как нужно. Там, с ОБСом косяки. Ну, никогда не думал, что я скажу это большому чёрному мужику. Но давай пойдём на свидание. Господи, куда мир катится? Хочешь, чтобы я пошёл с тобой куда-то? Хорошо, идём. Я знаю, что в Джо полно магазинов, но согласись, мой лучше всех. Ну, несомненно, это очень уютное место. А то, спасибо за доверие. Я очень ценю постоянных клиентов, знаешь ли. Извини, Кирита, можно? Я тут у тебя отдохну немного. Да, без проблем. Что-то не так? Эм, да мысли тут какие-то одолевают. Ну, он хотя бы не как Кляй, но Кейт уже радует. Похоже, один мой друг, с которым я зависал в другой ММО, играет теперь в Джи-Джио. Хм, тебе это не по нраву? Между нами всякое в прошлом бывало, но сейчас тоже не важно. Так что, избавлю тебя от подробностей. Нет, расскажи. Ты уже начал, и теперь не терпится услышать продолжение. Хм, ну, пожалуй, ты прав. Ну, походу, стрим отвалился. А сейчас только выйду из игры и у жены спрошу. О, Эгель женат? Серьезно? Я что-то этого не знал. Причем я этого серьезно не знал. Я не знаю, говорилось ли об этом в аниме, но... Что-то я этого не помню. У жены? Эта история связана с ней? Рассказать пока не могу, но если вкратце, то да. Эгель, все нормально. Ты прямо сам не свой. Я еще не видел тебя таким беспокойным. Блин, ну, Рури... Я давно просто не пересматривал, я уже не помню. Ничего такого, правда. Просто все сложно. Ура. Впрочем, не... Нечего мне тут разглагольствовать. Надо поспать. И тебе не мешает. Ты наверняка устал. Так, Эгель, но ты же пойдешь в свою комнату спать, правда? Да, скоро лягу. До скорого. Отличная была идея вот так вот выбраться и развлечься. Давай как-нибудь повторим. Но мне кажется, он не ушел из нашей комнаты. У меня есть подозрение, что он там и оставался, и он тоже ночевал у Кирита. Да, Кирита спец не только по тянкам, но и по кунам. Окей, теперь-то я это буду знать. Теперь на этого персонажа я буду смотреть немножко под другим углом. Зная, на что он способен. Никки, это-то я знаю, но только вот звучит это как-то, ну, так себе. Да вот хотя бы представь базальтового Джо. Или Эгеля. Просто базальтовый Джо, он ростом и размером вообще как три наших персонажа будет. Как три Тору. Или как три Химии. Куда там, как там? Не-не-не, я на такое не подписывался. Так, Эгель, ты где потерялся? Так, 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 стоп, стоп, стоп. Я, кажется, потерял кое-кого важного. Что, серьезно? Больше с Эгелем нельзя поговорить? Ам. А, не-не-не, можно, можно. Потерял, потерял Эгеля. Да, в Айроре. Успокаивайся. Ну, хотя, можно представить... А почему не представить тебе Эгеля с Кирито? Блядь, тьфу. Кирито? Так, 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 ладно, давай еще раз ходим на свидание. Да, идем. Давненько я не пользовался оружием по прямому назначению. Как ты думаешь, хорошо, я справился? Ну, ты можешь постоять за себя. Да? Какое облегчение? Бросать это дело я пока не собираюсь. Так, окей, мы выбрали правильный вариант. Эгель, то, что ты хотел рассказать. Ах да, жена не против, если я тебе расскажу. Я же вроде тебе рассказывал, что мы с женой познакомились, играя в одну онлайн-игру. Так вот, друг, который, как я думаю, тоже играет в Джи-Джо, раньше дружил и с моей женой. А, Кляйн боится, чтобы этот друг не увел его жену, что ли? И мы с ним как-то поругались из-за нее. Ну, понятно. Погоди, то есть у вас был любовный треугольник? Это был какой-то бред, все происходило в игре, и я даже сейчас не до конца понимаю, в чем заключалась причина. Но на тот момент его намерения казались весьма серьезными. И из-за этого вашей дружбе пришел конец? Вообще-то нет, мы играли в одной группе и неплохо ладили. Он был хороший парень. Но, как только он узнал, что мы с ней сошлись, с ним стало все тяжелее общаться. Кстати, по поводу истории вот этой вот с Кляйном, у меня тоже в ММО, в которую я играл, была точно такая же история с игровой женой. Вот, вот, в точности. Со временем мы совсем перестали видеться. После свадьбы я с головой погрузился в Сау. Ну, а дальше ты знаешь. О, Эгель, я тебя понимаю на все сто процентов. Было-было и со мной такое. А, понятно. А ты думаешь, это твой друг из прошлого теперь играет в Джи-Джо? Да, помню, раньше он очень увлекался шутерами от первого лица. Я бы хотел возобновить с ним общение и снова поиграть вместе. Вопрос лишь в том, что я ему скажу, если все-таки удастся выйти на связь. Может, лучше на чистоту? Просто скажи, что хочешь вместе играть. Да, будет неловко, учитывая наше прошлое, но выбора у меня нет. Спасибо, Кирита. Вот уж не думал, что настанет день, когда я буду спрашивать совета по части отношений у тебя. Но, по-моему, Кирита по части отношений здесь как бы самый прошаренный. Ну, не за что. Я рад, что смог поближе тебя узнать. Ну, уж лучше у Кирита спрашивать что-то в плане отношений, чем что-то в плане отношений спрашивать у Кляйна. Его советы, я уверен, на 100% бесценны просто. Кляйн мог посоветовать Егелю и замутить с тем другом, бросить жену. Ну, типа на кой, тянь не нужны, там все такое. Эх. Егель хотя бы ведет себя адекватно. Я... Мой Кирита не в зоне риска пока. Так что норм. Но Кляйну не только нельзя подпускать Тору или Химе, Кляйну нельзя подпускать даже Кирита. Ладно, давай, Егель, сходим еще на одно свидание. О, я знаю место. Я знаю это место. Говорят, это... Говорят, там отличное меню. Хочешь заглянуть? Ммм, так. Ну, конечно, но только если ты угощаешь. А кое-кто оказывается, тот еще жмот. Ладно, я плачу. Кажется, пора прощаться. Давай как-нибудь повторим. Что ж, серьезно? Ммм, Эгель не хочет за нас платить. Ладно, хорошо. Да, 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 вот Эгель хотя бы тем лучше Кляйна, что он не пытается затащить Кирита в постель. В этом плане он уже выигрывает намного перед Кляйном. Меня до сих пор терзают муки по поводу того, что мне придется что-то делать с базальтовым Джон. Ммм, это как бы непросто. К этому нужно как-то морально будет еще подготовиться. Так, ладно, пошли, Эгель. Платить за меня ты, видимо, не собираешься, да? О, я знаю это место. Говорят, там отличное меню. Хочешь заглянуть? Так. Честно говоря, я надеялся сходить туда с девушкой. Дэй, да ладно тебе, нет ничего дурного в том, чтобы перекусить в мужской компании. А через несколько часов он снова будет сидеть в нашей комнате, да? Да. Слушай, по поводу того разговора. А, да, о твоем давнем друге по ММО. Да, мне удалось встретиться с ним в Джи-Джи-О. Он ничуть не изменился. Кто-то все тот же славный и энергичный парень. И своего пристрастия к играм не потерял. И даже сказал, что не переживает о случившемся. И что хотел оставить все в прошлом и просто повеселиться, как в старые добрые времена. Рад это слышать. Да уж. И чего только я волновался. Даже не знаю, что на меня нашло. Да, это Кирита. Знаешь, пожалуй, я позабыл, для чего были созданы подобные VR-ММО. Не только для того, чтобы развлекаться и дурачиться. Они помогают забыть о наших проблемах и тяготах реального мира. А порой даже справиться с упрямыми, дурными воспоминаниями. Я вернул старого друга и вспомнил об этом. Не зря попытался. Да, знаешь, я бы хотел как-нибудь познакомиться с твоим другом. Обязательно. Как только шанс представится. Он же Джо, теперь игрок высокого ранга. Опыт в шутерах сыграл на руку. Если вдруг окажешься схватки против него, не стоит его недооценивать. Тогда, надеюсь, как-нибудь сразиться с ним. Никитовый. Там как бы нужна будет большая-большая комната для перекатов. А вот. Да, и я тоже. Жду не дождусь. Просто ДС без перекатов это не ДС. А перекаты в VR? Хм. Я даже не знаю. Что-то я не могу себе представить даже реализацию вот этого вот дела. Просто от третьего лица ДС в VR это было бы не то. От первого лица как правильно это все реализовать. Хз, хз. К тому же Скайриму вроде бы VR пошел, но ДСки точно не зайдет. Совсем-совсем другой сеттинг. На улицу в столб вполне можно. Да и не в нашем обществе. В нашем обществе тебя украдут вместе с VR очками. Так, вот и закончилась история Кляйна. Так, две истории Киритомода мы завершили. Хм. И по-моему теперь у нас остались одни только тяночки. Хм. Так, вот он главный выбор. С кого начать? С кого начать? С кого начать? С Лиз что ли? Или с Силики? А лучше с Лива точно. Начнем с сестренки. Вот, по-моему это будет самое адекватное. Да, тут еще и Синон есть, окей. Но продолжим мы буквально через 5 минут. Сделаем небольшой перерыв. Я за кофе. Не переключайтесь.